Приветствую вас! Как указал мой коллега, это не лечится, потому что это не является заболеванием, это корректируется, потому что это представляет собой некое отклонение, некие деструктивные элементы в личности и, соответственно, подается коррекции, подается выправлении, да, более правильному удовлетворению. В качестве болезни данный аспект недолюбленности воспринимать, наверное, было бы некорректно. Дальше, значит, синдром недолюбленности. Давайте рассуждать логически, да, с точки зрения психологии. Значит, если мы берем, допустим, за основу, если мы берем за основу пирамиду потребностей Poma Flow, да, то первой потребностью у нас идет потребность безопасности, не физиологической потребности. После этого идет потребность в значимости и после этого идет потребность в любви первого порядка. Как проявляет потребность в любви первого порядка ребенок? Именно ребенок. Именно ребенок. А ребенок проявляет данную потребность через любовь. То есть он говорит, я люблю тебя, мама, папа, я люблю вас. И как бы он ждет, что в ответ ему будет сказано то же самое. То есть он проявляет себя, проявляет свои чувства. Соответственно, если в ответ ребенок не получает того, что он хочет, то, либо он начинает вести себя по-другому, то есть привлекая к себе внимание, да, ну, потому что для ребенка внимание и любовь это, в принципе, одно и то же. А привлекая к себе внимание, либо другими путями, да, то есть более-более, более агрессивно. То есть это может быть эпатаж, может быть истерия, да, ну, истерическое поведение. Это может быть потребность быть в центре внимания. Ну, то есть психологическая потребность быть в центре внимания. Не сопутствующее, да, нахождение в центре внимания, когда человек, например, является публичным и занимается какой-то деятельностью такой публичной, когда ему необходимо быть в центре внимания. Это в данном случае не учитывается. Вот. И иногда это происходит через жестокость. То есть мягко я заявляю о себе, мягко я проявляю свою активность, что я проявляю свою активность, да, что я не проявляю свою активность, да, мягко, если, вот, то разницы никакой, и только когда я делаю это жестоко, только когда я проявляю это, вот, ну, агрессивно, вот, только тогда, только тогда, значит, я получил какую-то обратную связь, вот, вот так, понимаете, что, ну, вот так это работает, по крайней мере, и в этом нужно давать себе отсчет, то есть вот, вот так, вот так, может проявлять себя недолюбленный человек, таким образом, таким образом. Понятно, что существует еще множество других путей, да, то есть, но всякая деятельность направлена на обратную связь от других людей, да, то есть, если человек свою деятельность подчиняет, значит, другим людям, то есть он, ну, хочет, чтобы была обратная связь от этого, вот, как раз, это про недолюбленность. Часто, часто недолюбленность может проявляться в том, что человек себя не принимает, обвиняет себя, принижает себя, принижает других, не только себя, но других тоже принижает, ну, то есть, может, может принижать других, да, вот. Это тоже проявление недолюбленности, потому что человека недолюбили, да, его не принимали самого таким, какой он есть, и, соответственно, человек не может принять и других, в других людях, кто какие есть, они, вот. Соответственно, сюда можно отнести любое агрессивное поведение, сюда можно отнести любое поведение, связанное с обвинением, вот, кого-то, ну, кого-либо, да, то есть человек, вот, какой-то склонен обвинять других людей часто, вот, это тоже проявление недолюбленности. Ну, вот, то есть причины, признаки довольно многообразно, я бы сказал, вот, и у каждого человека они, в принципе, свои, то есть я бы их, ну, я бы их не, знаете, не унифицировал бы, так скажем, да, я бы их не, не классифицировал бы, вот, столь однозначно, понимаете, вот. Потому что, ну, мне кажется, что это не имеет смысла, мне кажется, что это довольно, ну, неуважительно, скажем так, по отношению к людям. Вот. Ну, в целом, в целом, вот такие. Когда вы пытаетесь, когда человек, ну, не вы, может быть, человек, пытается получить внимание, да, просто одобрение, вот, это все, это все прилики недолюбленности. Вот. Не долюбили, не доприняли, не доложили в человека уверенности, вот. Все это корректируется, да, все это корректируется, это верно. Все это можно, в принципе, значит, ну, подкорректировать все это можно. Поправить, вот. При желании, вот. Ну, только это определенная работа, да, зависит, зависит, многое зависит от от самого человека, от его желания работать, от его, от степени отклонения, да, то есть от степени недолюбленности, вот. Ну, потому что, понятно, да, наверное, что любая недолюбленность, она связана с определенным, скажем так, недоверием к людям, вот, определенным недоверием, и, соответственно, если это недоверие, вот, имеет место быть, да, то его нужно, значит, сначала его нужно преодолеть недоверие, и, только потом уже можно будет докармливать человека, тем, что ему не хватает. Вот. То есть это, к сожалению, такая, знаете, не самая быстрая работа, может быть, как хотелось бы, но все зависит напрямую от вас, то есть, если вы, например, готовы над собой работать, если вы, например, готовы, сейчас вот, корректировать себя, если вы готовы что-либо менять, вот, то в таком случае ситуация скорректируется, ну, вполне даже неплохо. Вот. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Я желаю вам либо вам, либо человеку, про которого вы спрашиваете, найти своего психолога и начать с ним работать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...